Девушки отдыхают Организация такая Разбойники космические Наемники Опять фильмов насмотрелся что ли? Да нет, они реально существуют Я даже их видел Они летают где-то здесь Рядом Да не существует их Да нет, нет, они есть Я точно тебе говорю Совсем плохой стал Вот он, берите его Отпусти, отпусти Слушай, это он? Тот, которого нам заказали? Самый опасный кот в мире? Да нет, это не он Тот розового цвета, а этот черный Выбрасывайте его обратно Они существуют Всем привет Вы смотрите видео с канала Важного кота Который будет посвящен фигуркам Фигуркам, которые изготавливает Творческая мастерская Хобби Бункер И на этот раз фигурки, которые относятся к новому проекту данной Мастерской, который носит название Мир Абсолюта Это новая вымышленная вселенная В которой орудует организация Именуемая Космические Бродяги Или сокращенно Космос Брод Если говорить быстро, то может получиться Космос Брод И в принципе данная интерпретация этого названия Вполне себе полностью характеризует данных представителей Этой организации, потому что в ее состав входят не только Различные ученые и инженеры Но и всевозможные головорезы Наемные убийцы, воры И представители иных не менее востребованных профессий То есть, попросту говоря, это собрание наемников Готовых выполнить практически любую работу Если у вас есть деньги Как вы видите, здесь сразу две фигурки Одну из них мы уже видели Это вот такой гуманоид со слоновьей головой Оказывается, это один из представителей Того самого Космос Брода Мы уже знаем, что его зовут Хатхи Бхут Демонический слон Эта фигурка была не первая, которая появилась В линейке Космос Бродовцев Она была добавлена после И на самом деле, эта фигурка лепилась Не специально для данного проекта Но она вполне себе подходит по своему размеру Поэтому, вероятно, и было решено включить ее в состав Отважных космических авантюристов И в предыдущем обзоре, в котором я рассматривал эту фигурку более подробно Мне было известно, кто он такой и откуда он взялся Как я уже говорил, зовут его Хатхи Бхут Принадлежит он к расе Большеногов С планеты Балтазара Является членом космических бродяг И состоит в должности, как написано в группе Мира Абсолюта Кватер Декамастер И следом же идет подпись, что это командир Абордажной команды Либо я не совсем понимаю, как образовано данное слово Либо это ошибка написания И на самом деле это Квартирмейстер Потому что именно Квартирмейстер это и есть Командир абордажной команды Человека в данном случае существо, которое имеет право стать капитаном судна В случае гибели действующего капитана То есть, так скажем, вице-капитан Он вооружен шестиствольным пулеметом Но на самом деле здесь гораздо больше отверстий По легенде он у него шестиствольный В свободное время любит играть на укулеле и в шахматы До того, как вступить в ряды космических бродяг Он был разбойником, даже командиром разбойников и головорезов Которые вершили свои темные делишки Но когда дело запахло жареным Он распустил всю свою бригаду, всю свою команду А сам во время захвата инсценировал свою гибель После этого влился в ряды космических бродяг И здравствует по сей день там Вот такая легенда у этого персонажа Эту фигурку я уже рассматривал Поэтому по минимуму у нее подвижные руки В принципе, можно повертеть голову Но угол поворота здесь не очень большой Данная фигурка в высоту чуть больше шести сантиметров Поэтому на его фоне рабозвери Которые, например, выпускались технологом Это один из нового выпуска Выглядят они, конечно же, мелковато Подробнее рассмотреть скафандр и все остальное у Хатхи Бхута Можно в ролике, в котором я его рассматривал вместе со слоном Морским слоном Ждуном Выполненном в виде робозверька Напомню только, что эта фигура Скульптором которой является Влад Хобейников И, насколько я помню Данная фигура была слеплена на волне возникновения группы Киберпланета Благодаря тому, что когда-то один нехороший человек Один мошенник слепил фигурки Сначала носорога, а потом слона в кибернетических доспехах И собирал деньги на их тиражирование Назвался он тогда Atomic Tokyo Также он известен с некоторых форумов под именем Asmus И еще несколько его аккаунтов в социальной сети ВКонтакте Были обнаружены и своевременно везде забанены Так вот, мошенник слепил слона Которого никто после этого не увидел А Влад сделал ответный шаг Слепил своего А теперь перейду к другой фигурке Которая не уступает по росту Хатхипхуту Но при этом данное существо по факту является котом Вот такой весьма детализированный боец С подвижными руками И оружием, которое можно вытащить из руки Это топор И, кстати, его можно дать в руку слону Руки крепятся на штырьках Выполнено это из гибкого софт-пластика Поэтому вероятность поломки достаточно низкая Высота фигурки те же 6,5 см Здесь между когтями у него есть остатки литника Для сравнения Посмотрите, какой мелкий рядом с ним жираф Технолога И эти фигурки мне кажутся очень крутыми Здесь работал уже другой скульптор Имени которого я, к сожалению, не знаю Выполнен этот котяра просто шикарно Это персонаж по имени Матвей Коготь И он является представителем расы Маури Или Мяури Мне кажется, Мяури даже удобнее произносить С планеты Грув Также относится к членам команды космических бродяг И по своему функционалу он ассасин То есть тихий убийца Самый безбашенный наемник-убийца В рядах космос-брода Наглая кошачья морда Когда-то, по словам знающих людей Была лишена вот этих сварочных очков Хотя так он напоминает кота Базилио Изначально эти очки должны были располагаться у него на голове То есть мы должны были видеть его глаза Но те, кто наблюдал за появлением этой фигуры Говорили, что в таком случае мордаха этого персонажа Получалось слишком уж умильный Слишком няшный И нельзя было считать такого милого персонажа Наемным, хладнокровным убийцей Что странно, уши у этого кота целые Обычно коты, которые вступают очень много в драки Теряют частично свои уши Здесь же у нас есть кольцо В одном из ушей явно оно дорогое Обратите внимание, как выполнены ремешки очков Они не просто как-то застегиваются Они выполнены в виде узелка И вот на его затылке это выглядит как повязка ниндзя Текстура шерсти проработана отчетливо То есть понятно, что это лохматый персонаж И она проступает на ногах Бедра практически не защищены Хвост и частично еще у самого основания Где его лапы заканчиваются внушительными четырехпалыми стопами С очень крепкими и очень опасными когтями Даже стало интересно, действительно ли вот здесь Скульптор так и задумывал То есть без шерсти Либо просто забыл Ну хотя это все-таки инопланетный какой-то персонаж Какое-то создание из другого мира Может быть у него руки на самом деле лысые Но выглядит так, как будто бы они заключены в скафандр Мягких лапок, точнее мягких подушечек на лапках мы нигде не увидим Зато увидим опасные когти Здесь выполнено все так, что непонятно Его ли это когти или они являются частью какой-то перчатки Защита рук имеет множество различных сочленений с клепками С различными складками И проработанность, детализированность вот таких участков они действительно восхищают Наплечник, наплечник его руки Даже обеих рук На обеих руках такие наплечники с шипами Кстати дизайн одной и другой руки различны Здесь все выглядит совсем иначе Эта лапа скорее выглядит как механический протез А вот это уже что-то вроде бионического По-моему вот к этой руке у всех были претензии ввиду ее расположения Если вставить ему в руки топор, то она будет выглядеть вот как-то так Сломанная рука Если почитать легенду мира абсолюта Это можно сделать в группе мир абсолюта Ссылку на нее я оставлю в описании Потому что именно там вы можете приобрести такие фигурки Стоимость каждой из них 900 рублей Это я забегая вперед Так вот по легенде одна его рука была повреждена Торс закрыт доспехом напоминающий римский По центру есть что-то вроде зерцала Укрепленное на то ли ремешках, то ли каких-то распорках Место присоединения наплечника тоже имеют свои особенности Здесь есть какие-то отверстия, клепки И все это переходит плавно на спину вот в такой Наверное это какой-то рюкзак Какой он несет функционал сказать сложно Возможно функция этого приспособления примерно такая же Какую можно увидеть в фильме Стражи Галактики Там были специальные штуки, которые можно было прицепить на тело И какое-то время находиться в открытом космосе Не боясь замерзнуть или умереть от недостатка кислорода Видимо здесь что-то такое же На главном диске этого кибернетического рюкзака Изображена какая-то очень опасная рыба А точнее ее скелет Явно подвижный элемент, который позволяет сгибаться туловищу этого гибкого убийцы Плавно переходит это все в хвост Хвост опущен для того, чтобы фигурка могла нормально стоять Либо это защиты ягодиц, либо это какие-то закрылки А спереди вместо пояса очень интересная деталь В виде, я бы сказал, что это противогаз с рогами Он явно приспособлен для того, чтобы собирать отходы жизнедеятельности Когда этот боец находится, наверное, в условиях космоса То есть это не просто у него защита, не просто доспех А еще и, вероятно, несет функцию скафандра И здесь, может быть, как-то в виде энергетического поля Или выдвижного колпака Появляется либо маска, либо что-то вроде шлема Например, как у того же Звездного Лорда в Стражах Галактики Весьма хорошо выполнена защита колена Особенным достоинством считают то, что Вполне детально и вполне различимо видно, где находятся подвижные элементы И как это все будет двигаться в условиях сгибания конечности Сзади на пятках есть вот такие шипы Интересно, для чего они? Возможно, они выдвигаются и позволяют карабкаться по отвесным стенам Это же все-таки ассасин, убийца Вся конструкция защиты его ноги напоминает экзоскелет Ну и, наверное, в принципе, несет такие же функции Хотя, никаким образом защита ног не связана с его основным скафандром То есть это отдельные элементы Матвей Коготь – это классная фигурка Свирепого космического кота-ассасина Таким образом, моя коллекция пополнилась сразу двумя фигурками Относящимися к миру Абсолюта Данный проект меня интересует в плане того, что, во-первых, фигурки там нестандартные Они вот такие вот крупные И, конечно, детализированность В данном случае сложно сказать, кто же из них побеждает по детализированности Но лично мне больше нравится Матвей Коготь Хотя у слона тоже есть неоспоримые преимущества Допустим, исполнение его скафандра Это очень скурпулезно выполненная работа с множеством элементов О назначении которых я выдвигал предположения в ролике, посвященном слонам от Хобби Бункера Как я уже говорил, цена каждой такой фигурки 900 рублей Матвей Коготь пока что не укомплектован никакой коробочкой Он пришел мне просто в зип-пакете Хотя, насколько я знаю, Хобби Бункер двигается в этом направлении В направлении разработки дизайна для своих фигурок Не знаю, как это скажется на цене Но посмотрим, как это будет В принципе, в условиях данного производителя Который не ориентирован на какие-то варгеймы Который ориентирован на выпуск простых фигурок Хоть и имеющих историю Выпуск в простых пакетиках, мне кажется, вполне себе нормальным То есть, я не расстроюсь, если Хобби Бункер Не станет выпускать такие фигурки в каких-то эксклюзивных упаковках Естественно, снабдив такие фигурки упаковками Хобби Бункер добавит им солидности Но я считаю, что и так нормально Фигурка в пакетике, а ее история и история мира В котором живут такие персонажи Есть в группе Мир Абсолюта Приобрести такие фигурки можно в группе Мир Абсолюта В группе Киберпланеты Непосредственно на сайте Хобби Бункера Все ссылки, где такие фигурки можно приобрести Я, конечно же, оставлю в описании И впоследствии обязательно приобрету себе Еще персонажей, других персонажей этой серии На этом я закончу данное видео С вами были Космические Бродяги И Важный Кот Пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»